Гнотисе Аутон. Познай самого себя. Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале 20 века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова, изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Мариной Аствацатурян на Первом медицинском канале. Филаретова Людмила Павловна, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент Российской Академии Наук, директор Института физиологии имени Павлова Российской Академии Наук. Специалист в области физиологии эндокринной системы, гастроэнтерологии и интегративной физиологии. Окончила биологопочинный факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова. Специализировалась на кафедре физиологии человека и животных, которую возглавлял ученик академика Ухтамского, профессор Голиков. Вся дальнейшая трудовая и научная жизнь Людмилы Павловны Филаретовой связана с Институтом физиологии имени Павлова, где в лаборатории экспериментальной эндокринологии она прошла путь от стажера-исследователя до заведующего. С первых дней работы в лаборатории научное исследование проводила под руководством Анатолия Аркадьевича Филаретова, который стал для нее образцом ученого с большой буквы. Результаты работы Людмилы Филаретовой при выполнении кандидатской диссертации привели к появлению и развитию в лаборатории нового направления исследований, изучению вопроса о роли глюкокортикоидных гормонов, продуцирующихся при стрессе, стресс-вызванном язвообразовании. Регулярно принимает участие в международных научных форумах в качестве приглашенного докладчика и организатора. Людмила Павловна Филаретова в нашей студии. Здравствуйте. В студии программы «Медицина в контексте», которые уже не впервые обращаются к такому физиологическому явлению, как стресс. Мы здесь говорили в этой студии о генетике стресса, о психофизиологии стресса. Сегодня слово «эндокринология» мы предоставляем. И понятие само, но не термин, конечно, существует уже больше 80 лет. Вы историю напомните нам этого открытия. Но как физиологическая реакция, как сложная реакция организма на те или иные внешние воздействия – это наследие эволюции. Долгая-долгая эволюция, а может быть и не очень долгая, которую прошел наш вид. И если что-то в эволюции закрепилось, значит, оно очень нам нужно. Стресс как источник здоровья – тема сегодняшней нашей программы. Пожалуйста, вам слово. Спасибо большое, Марина. Спасибо за это приглашение. И я с удовольствием поделюсь с вами и с телезрителями теми знаниями, которые накоплены на протяжении многолетнего пути исследования этой важнейшей проблемы. Здравствуйте, глубоко уважаемые телезрители. Вот в сегодняшней передаче, после вступления с небольшим историческим экскурсом, я постараюсь убедить вас в том, что стресс прежде всего является источником здоровья. И в основном хочу сделать это на основании результатов наших собственных исследований. И уж только потом, при определенных условиях, исходно адаптивная физиологическая реакция может трансформироваться в патологические последствия. Термин «стресс» хорошо известен в мире. И вот о значимости этой проблемы, проблемы стресса, я хочу еще сказать, используя пророческие слова основателя концепции о стрессе Ганса Селье, который писал, что стресс в здоровье и болезни с медицинской, социологической и философской точки зрения является самой многозначительной темой для человечества. Я думаю, что мы с этим можем согласиться и сегодня. И об актуальности этой проблемы, о понимании значимости ее свидетельствует тот факт, что физиологическое общество Великобритании выбрало в качестве ключевой темы научных исследований в 2017 году тему, связанную с осмыслением стресса. Making sense of stress. Так звучит их тема. И термин «стресс» хорошо известен не только в научном мире, но и каждому члену нашего общества. И наше общество в основном воспринимает стресс в негативном смысле. И вот эта картинка с таким лозунгом гипертрофированным, может быть, уже «Стресс-убийца номер один современного мира» хорошо нам напоминает многим из нас знакомый стиль жизни, безудержный бег по жизни, с желанием успеть одновременно, успеть все и сразу. И, конечно, доля правды вот в этом лозунге большая есть. Такой стиль жизни, несомненно, может приводить к развитию различных патологий. Это одна из сторон стресса. И несмотря на доминирование в обществе негативного отношения к стрессу, чрезвычайно важно понимать, что изначально стресс – важная, адаптивная реакция организма, которая помогает ему противостоять различным вредным воздействиям. И поэтому вот этому лозунгу я противопоставляю слова Ганса Селье, который писал, что стресс – это соль жизни, что-то самое важное, необходимое для нашей жизни, и полное устранение стресса, смерти подобное. И поэтому Ганс Селье писал, что мы не должны угнетать стресс во всех его формах, но стараться каким-то образом ослаблять его негативные воздействия и стремиться извлекать побольше пользы из позитивных влияний стресса. С помощью стрессорной реакции происходит скоординированная мобилизация защитных сил организма. И вот это ключевые слова – скоординированная мобилизация. И благодаря этому организм может благополучно проходить через предъявляемые ему испытания и, более того, при этом выходить из них с повышенными адаптационными возможностями. И вот в своей статье, которая названа «Стресс – нет худа без добра», я провожу вот эти аналогии, и я пишу там о том, что испытания оборачиваются пользой, и это сродни вот этой, суть этой пословицы – «нет худа без добра», которая означает, что из всякой неприятности в конце концов мы извлекаем пользу. Ну и банально бытовое, то, что не убивает, делает сильнее. Да, нас сильнее, совершенно верно. И вот нормальная стрессорная реакция или вот порядок в ней, оде, да, это залог хорошего здоровья. А нарушение стрессорной реакции, которое может происходить в силу различных причин, как раз и может приводить к болезни. И вот слово «болезнь» – «диз-оде» означает нарушение, да, вот неполадки или какие-то нарушения. И вот понимание значимости стресса для здоровья и плохого, и хорошего способствует прогрессивному развитию этой области исследований, связанных с стрессом. Причем исследования проводятся в совершенно различных аспектах. И вы упомянули, что у вас уже были гости, которые рассказывали об определенных аспектах исследования этой проблемы. И, соответственно, развитие этих исследований приводит к увеличению количества публикаций. Вот на данный слайд я положила результаты исследований такого небольшого анализа в ПАБМЕДе, исследования, связанные с этой проблемой. И из этого графика видно, что каждые 10 лет, как минимум, число статей, связанных с проблемой стресса, то есть на порядок вообще-то удваивается. И этот безудержный рост продолжается. И начало вот здесь, это 1936 год, это год, когда появилась вот эта историческая статья в Нейче Гансис Илье, с которой, собственно, все вот и начинается. Статья, названная «Синдром, вызываемый различными повреждающими агентами», в которой Гансис Илье еще не использовал слово «стресс», он использовал общий адаптационный синдром. И вот ученики Гансис Илье, профессор Таше, профессор Саба, пишут статьи, посвященные вот своему учителю, Гансис Илье, они могли представить себе тогда, какую громадную, и все еще, как мы видим, все еще нарастающую волну исследований породит эта статья. Это была небольшая статья, всего в две колонки, в разделе письмах редактору, небольшая по объему, но очень насыщенная по содержанию, в которой Ганс Илье показал, что стимулы, различные химические, физические стимулы, то есть стимулы различной природы, могут вызывать в организме один и тот же ответ, неспецифический ответ. И одним из таких главных проявлений этого ответа, который был назван общий адаптационный синдром, является знаменитая триада. Это гипертрофия коронатпочечников, инволюция тимико-лимфатического аппарата и образование стрессорных яз слизистой оболочки желудка. И мы знаем, что существуют три стадии, через которые проходит организм. Это реакция тревоги, реакция резистентности или реакция истощения. И важно отметить, что истоки становления этой концепции о стрессе берут начало с таких великих имен, о которых и сам Ганс Илье писал, мои великие идеалы, как Клод Бернард, известный физиолог, и Уолтер Кеннон. Ну и вот я хочу напомнить, что Клод Бернард ввел понятие о внешней и внутренней среде и, что очень важно, сформулировал положение о постоянстве внутренней среды и писал, что постоянство внутренней среды это залог свободной, независимой жизни. И в продолжение этого Уолтер Кеннон предложил уже термин гомеостаз. Вот для описания как раз совокупности физиологических реакций, которые и обеспечивают постоянство внутренней среды организма. И Ганс Илье писал о том, что более всего я обязан доктору Кеннону, и моя работа в большей степени была в значительной степени написана под влиянием его открытой им реакции экстренного выброса адреналина. И мы знаем, что Уолтер Кеннон ввел понятие асимпата адреналовой системы, и ее активации в ответ на различные воздействия, которые рассматриваются как угрозы гомеостазу. Признавая открытую Кенноном роль симпата адреналовой системы, Ганс Илье со своей стороны открыл вклад новой системы гипоталама, гипофизарно-адренокортикальная системы. Изначально это было гипофизарно-адренокортикальная без гипоталамического звена. И мы сейчас... Это главное открытие Ганс Илье. Ее называют осью. Осью Эксис, да, HPA Эксис. И вот активация этой системы является ключевой характеристикой стресса. И Ганс Илье, что очень важно, заговорил и о гипоталамическом звене этой системы. Он предположил существование гипоталамического кортикотропин-релизинг-фактора, первого медиатора стресса. И активным поиском этого фактора занимался ученик Ганса Силье, Роджер Гульмин. На этом пути он попутно открыл другие релизинг-факторы, за что получил Нобелевскую премию. А расшифровать уже структуру КРФ удалось ученику Роджера Гульмина, Вилли Вейлом. Это случилось в 1981 году. То есть такой внук Силье. Внук Силье, совершенно верно. Я так и говорю. И оказалось, что КРФ – это пептид, 41 аминокислот. И в настоящее время разработаны антагонисты КРФ-рецепторов, которые позволяют проводить исследования по выяснению функциональной роли. Это важного первого медиатора стресса в различных физиологических реакциях. И продолжая вот эту линию историческую, следует упомянуть имя профессора из Лос-Анджелеса, Эветташе, которая была последней аспиранткой Ганса Силье. Вот она со своим учителем здесь, на этом слайде, которую называют КРФ «Lady No.1» в мире. И исследования, которые в основном связаны со стрессом, вкладом кортикотропин-реализм-фактора, вот функционирование brain-gut interaction, вот это brain-gut axis. Еще одна ось. Да, еще одна. Очень актуальна. Да, очень. И в связи с микробиомом. Да, абсолютно верно. И, кстати, хочу сказать, что первые исследования этой оси были начаты Иваном Петровичем Павловым. Brain-gut interaction. И вот год-столетие Ганса Силье Эветташе организовывала такой замечательный симпозиум в Монреале. И вот ее ключевая, ее кинут легче на последнем физиологическом конгрессе. В настоящее время мы знаем, что стрессорный ответ вовлекает активацию двух типов рецепторов. КРФ-рецепторы первого и второго типа. И, соответственно, разработаны как неспецифические, так и специфические антагонисты для КРФ-рецепторов первого и второго типа, что позволяет выяснять их роль. И установлено, что активация этой оси гипофизарно-адренокортикальной системы опосредуется КРФ-рецепторами первого типа. Хотя в то же время показан и вклад КРФ-рецепторов второго типа в регуляцию гипофизарно-адренокортикальной системы. Но следует отметить, что КРФ может осуществлять большое количество различных влияний на функции организма, именуя гипофизарно-адренокортикальную систему в основном через КРФ-рецепторы второго типа. Здесь упомянуты только три наиболее важных открытия Ганса с Илье. Хотя сделал он в науке очень много, этот список можно бесконечно продолжать. И, конечно, это стресс-синдром, синдром стресса, о котором мы говорим. И также классификация и название стероидов. Вот глюкокортикоидные гормоны, минералокортикоидные гормоны – это термины, которые были введены Гансом с Илье. Его PHD, кандидатская по-нашему, докторская диссертация, была по химии. Поэтому он был специалист в этой области и занимался классификацией. И что очень важно, и особенно я хочу об этом сказать и врачам, об этом факте очень мало известно, о том, что противовоспалительные свойства глюкокортикоидов, которые сейчас в течение нескольких десятилетий мы широко используем в клинике. Мы себе даже уже помыслить не можем. Жизнь не без них во многих случаях. Так вот, противовоспалительные свойства глюкокортикоидных гормонов и провоспалительные свойства минералокортикоидных гормонов были открыты Ганс и Пселье. Причем годы вот этих публикаций, его это начало 40-х годов. Я знаю, что послевоенные годы активно пошло это развиваться. Столько диссертаций в Советском Союзе было защищено. Ну да, интерес к проблеме стресса. Гидрокортизован, и все это тогда жутко популярно стало. Я хочу сказать о том, что в начале 40-х годов в таких известных журналах были опубликованы эти данные. Но тем не менее, в 50-м году Нобелевская премия за открытие противовоспалительных свойств была присуждена Хенчу Кендаллу. И в этом списке Нобелевских лауреатов не было Ганс и Пселье. Это было большой несправедливостью. Но как я знаю от учеников, от Роджера Гульмина, который нам на этом конгрессе в Монреале рассказывал, что Ганс и Пселье это тяжело переживал. После объявления премии он не появлялся, не выходил. Что было необычно на несколько дней своего офиса. А когда вышел, только сказал о том, что они даже не упомянули мое имя в Нобелевской речи. Вот такая история. Кто и помнит, и все помнят Силье. Да, и поучительная история. Был у него стресс. Да, и очень часто бывает, ну вот в качестве ошибки, я несколько случаев знаю, что некоторые уверены, что, конечно, у Ганс и Пселье была Нобелевская премия. Что не так? Хотя он подавал. Ну, по цитируемости он, конечно, превзошел далеко. И очень важно, понимаете, очень важно, что, ну вот как мы говорили про данные, что они удваиваются, что это злободневная проблема. Да, и это та область исследований, которая чрезвычайно значима. И вот как сам Ганс Илье определял, что наиболее важно из того, что он открыт, открыл, и он писал о том, все, что я делал до этого, было предисловием, а все, что я сделал позже, по скриптумам, к этой центральной проблеме моей научной жизни. Так что вот сам Ганс Илье воспринимал. Здесь, на этом слайде помещена программка, приглашение, которое получил мой учитель, Филаретов и Анатолий Аркаевич, когда я только появилась в лаборатории. Это приглашение на последний, как потом выяснилось, симпозиум, который Ганс Илье проводил в Монреале. И вот эту программу готовил, вот это приглашение готовил Сальвадор Дали по просьбе Ганса Илье. Как интересно. То, что стресс действительно может являться источником здоровья, можно продемонстрировать с помощью вот следующего подхода. Можно, если мы продемонстрируем, что нарушение нормального протекания стрессорной реакции при искусственном выключении с функционированием вот ключевой гормональной системы стресса, гипоталамоадренокортикальной системы, приведет к усугублению или развитию болезни. Если мы это продемонстрируем, это будет означать, что стресс действительно является источником здоровья. Если не будет развиваться стрессорная реакция, если она будет ненормальной, как я говорила, дизодом, и нарушим порядок протекания, и болезнь усилится или разовьется, то значит, эта стрессорная реакция действительно необходима для здоровья, что в свою очередь означает, что стресс является источником здоровья. И я хочу сейчас продемонстрировать это на примере язвенной болезни, что, конечно, не случайно. Ганс Илье, объединив вместе гипертрофию коры надпочечников, ну, другими словами, активацию этой системы, выброс глюкокортикоидных гормонов при стрессе, и стрессорные язвы желудка, тем самым привлек внимание к вопросу о роли продуцирующихся при стрессе глюкокортикоидных гормонов вот в этом стресс-индуцированном язвообразовании. Ну, вот это желудок крысы, это эрозивные стрессорные повреждения. К вопросу о том, являются ли действительно эти глюкокортикоидные гормоны причиной вот этого образования эрозии стрессорных. И изначально большинство исследователей фокусировали свое внимание на идее о том, что глюкокортикоиды, продуцирующиеся при стрессе, являются ульцерогенными гормонами. То есть они являются причиной вот этого стрессорного язвообразования, а из этого вытекает, что и активация вот этой оси является ульцерогенным компонентом стрессорной реакции. И основой вот для такой точки зрения была использована главным образом безосновательная, на наш взгляд, экстраполяция ульцерогенных свойств экзогенных глюкокортикоидных гормонов, которые в больших фармакологических дозах используются при гормональной терапии, которые действительно могут в некоторых ситуациях приводить к язвообразованию. Так вот, экстраполяция этих ульцерогенных свойств на глюкокортикоиды, продуцирующиеся при стрессе. Самим организмом. Да, потому что считалось, ну раз много глюкокортикоидов способствует язвообразованию при гормональной терапии, ну и высокий уровень, конечно же, он тоже приводит к стрессу, вызванному язвообразованию. И вот такое представление, как догма, то есть без таких доказательств, доказательств специальных, оно существовало в течение нескольких десятилетий, и я нередко встречаю, что и сейчас... И по сей день. Да, клиницисты, вот я задаю когда вопрос, вот вы знаете, наверное, это было только что на прошлой неделе, про глюкокортикоидные гормоны, да, конечно, мы знаем, они ульцерогенные. То есть это еще представление остается существующим им в настоящее время. Изначально мы предположили, что глюкокортикоидные гормоны оказывают такое же адаптивное влияние на желудок, продуцирующийся при стрессе, при остром стрессе, как и на другие органы. То есть иначе говоря, что глюкокортикоиды, продуцирующиеся при стрессе, являются не ульцерогенными, а наоборот гастропротективными гормонами, и, соответственно, вот эта ось, активация этой оси должна рассматриваться как гастропротективный компонент стрессорной реакции, а не ульцерогенный. И вот в качестве основы для такой точки зрения, наверное, вот мы использовали наш эндокринологический взгляд, поскольку наши предыдущие исследования и моя кандидатская диссертация были связаны с изучением центральной регуляции гипоталамогефицарно-адренокортикальной системы, с исследованием адаптационных эффектов глюкокортикоидных гормонов и с исследованием этой регуляции, что особенно важно по механизму отрицательной обратной связи. И для того, чтобы проверить эту гипотезу, мы использовали классический физиологический подход, мы выключали, условно говоря, функцию, ингибировали эту систему, ингибировали продукцию, стрессорную продукцию глюкокортикоидных гормонов и сравнивали стрессорное язвообразование в экспериментах на крысах у животных с нормальной стрессорной продукцией глюкокортикоидных гормонов и вот с дефицитом этой продукции, с выключенной. И для того, чтобы создать дефицит продукции глюкокортикоидов, мы использовали несколько подходов. И это очень чрезвычайно важно, поскольку таким способом мы избегали какой-то специфического воздействия какой-то определенной модели. Но и кроме того, нам требовалось, конечно, много доказательств, потому что мы пытались пересмотреть существующие в течение нескольких десятилетий догмы. Да, такое устоявшуюся. Это тяжело поколебать. Действительно, да. И начали мы с исследования введения экзогенных глюкокортикоидов в фармакологической дозе, как и при гормональной терапии. И вводили крысам в больших дозах кортизол, который приводил, мы это показали, к ингибированию системы на всех ее уровнях, на уровне гипоталамуса, гипофиза и надпочечников. Но ульцерогенный стимул мы предъявляли не сразу, а через неделю, когда экзогенный гормон был уже выведен, а вот дефицит собственной продукции сохранялся. И в качестве ульцерогенных стимулов чаще всего исследователи, и мы также, используют иммобилизацию с холодом, это очень быстрая трехчасовая иммобилизация на фоне предварительного голода, у крысы вызывает образование эрозии, либо иммобилизация с погружением животных в воду. И, кстати, хочу сказать, что эти методы были предложены Гансом с Илье. И в дополнение к этому мы использовали ингибирование системы на разных уровнях, на гипоталамическом мы разрушали паровентрикулярные ядро гипоталамуса, которые являются основным источником кортиколиберина или КРФ. Мы имплантировали дексаметазон в паровентрикулярные, чтобы ингибировать синтез КРФ. Также блокировали систему на уровне гипофиза, используя введение антисыворотки ККТГ или специфического антагониста КРФ-рецепторов первого типа. Я упоминала о том, что именно через эти рецепторы, опосредуются стимуляции этой системы. Использовали также метерапон для блокады синтеза кортикостерона. И вот на данном слайде справа здесь показана как раз реакция на трехчасовой мобилизацию при холоде КРФ. и вы видите подъем это стрессорный подъем глюкокортикоидных гормонов кортикостерона у человека кортизол главный глюкокортикоидный гормон у крыс кортикостерон вот подъем и поскольку стимул был ульцерогенный он конечно вызывал образование эрозии. Но посмотрите что происходило в ответ на то же стрессорное воздействие ульцерогенное с образованием с площади эрозии как она усугублялась в том случае если мы ингибировали вот эту стрессорную продукцию то есть ингибирование стрессорной продукции усугубляло язвообразование стрессорное язвообразование в слизистой оболочке желудка и подобный эффект продемонстрировал независимо от того каким способом мы ингибировали продукцию это чрезвычайно важно и в некоторых случаях мы использовали заместительную терапию для таких животных с ингибированной продукцией заместительную терапию кортикостероном то есть это не эффект самого этого агента ингибирующего это именно эффект дефицита ингибирования системы и когда мы использовали заместительную терапию то этот эффект либо уменьшался либо предотвращался кроме того хочу сказать что помимо создания дефицита как подхода для проверки глюкокортикоидов их роли мы использовали также ру это антагонит глюкокортикоидных рецепторов и получили подобный эффект то есть гормоны присутствовали но они не могли оказать свое влияние и вот эти данные они свидетельствуют о том что глюкокортикоидные гормоны продуцирующиеся при ульцерогенном воздействии они направлены на поддержание на поддержание целостности слизистой оболочки желудка или на предотвращение уменьшения язвообразования то есть эти данные поддерживают точку зрения о гастропротективной а не ульцерогенной роли глюкокортикоидных гормонов продуцирующихся при стрессе но мы также показали что глюкокортикоидные гормоны продуцирующиеся при стрессе могут не только уменьшать стрессорное язвообразование но и предотвращать его совсем и это мы сделали с помощью вот использования тоже иммобилизации при холоде но уже продолжительностью 15-30 минут которая сама по себе у нормальных животных вот с нормальной такой продукцией глюкокортикоидных гормонов не вызывала повреждения слизистой оболочки желудка но в то же время то же самое воздействие уже приводило к образованию повреждений в том случае если мы уменьшали даже не предотвращали совсем а уменьшали вот видите таким образом разными способами метерапоном NBY это рецептор специфический антагонист глюкокортикоидных кореф-рецепторов первого типа или фармакологическая блокада то есть вот ингибирование уменьшение этой стрессорной продукции приводило к тому что в норме не ульцерогенные стимулы вы видите во всех случаях превращались в ульцерогенные это означает что глюкокортикоидные гормоны продуцирующиеся при стрессе это естественный защитный механизм который вот сохраняет целостность нашей слизистой оболочки желудка об этом также свидетельствуют и данные полученные в условиях вот при исследовании гастропротективного эффекта при кондиционировании стрессорного при кондиционировании мы знаем все что сейчас стрессорное и шимическое при кондиционировании активно изучается и уже используется в медицине как в отношении но начиналось это все сердце в отношении мозга в отношении различных органов и было показано и относительно вот желудка что при кондиционирующие умеренные стрессорные воздействия они могут защищать слизистую оболочку желудка от последующих ульцерогенных воздействий то есть оказывать гастропротективное действие при этом несмотря на то что понятно что эти воздействия стрессорные приводят к увеличению продукции глюкокортикоидных гормонов не оставался не ясным вопрос о вкладе этих глюкокортикоидных гормонов вот в данное гастропротективное действие стрессорного при кондиционировании и вероятно отсутствие интереса к этому вопросу скорее всего связано с традиционным представлением о глюкокортикоидных гормонов продуцирующихся при стрессе как ульцерогенных факторов но мы этот вопрос поставили и в исследованиях на крысах его изучали использовали в качестве ульцерогенного стимула вот длительную шестичасовую иммобилизацию при холоде а в качестве прикондиционирующего умеренного тот же вид стимула но короткий 30-минутный мы воспроизвели хорошо известные данные в литературе что такой стрессорный прикондиционирующий стимул он уменьшает язвообразование у крыс и это поскольку у нас иммобилизация при холоде да мы параллельно еще смотрели вот если измеряли температуру ректальную температуру у крыс и вы видите что она оказывает такое же благотворное влияние на температуру она уже не снижалась в этом случае но далее нам было важно показать роль глюкокортикоидных гормонов что же происходит с этим эффектом когда мы ингибируем синтез кортикостерона или когда мы блокируем глюкокортикоидные рецепторы как раз с блокадой глюкокортикоидных рецепторов я и покажу данные это эксперименты когда у нас то же самое прикондиционирующее воздействие предъявлялось на фоне блокады глюкокортикоидных рецепторов и вы видите что в этом случае гастропротективный эффект прикондиционирующего воздействия он трансформировался в противоположный проль серогенный и это хорошо вот соответствует и данным полученным при исследовании ректальной температуры именно у этих животных мы наблюдали самое большое падение температуры тела то есть эти данные также подтверждают то есть с другой стороны зашли совершенно но тут же что стрессорная продукция глюкокортикоидных гормонов является важным гастропротективным компонентом стрессорной реакции и вот эти исследования используемых таких классических стрессоров они в конце концов вот развивались в различных направлениях и на определенном этапе мы ставили вопросы и ответы на них для получения ответов на них проводили различные эксперименты один из этих вопросов связан об универсальности гастропротективного действия иными словами говоря остается ли вот это гастропротективное действие сохраняется наблюдается ли при влиянии ульцерогенных стимулов другой модальности разной модальности и для этого мы использовали различные стимулы этанол в различных концентрациях аспирин эндомитоцин распространенные нестероидные противоиспалительные препараты и даже изучали этот вопрос при аппликации уксусной кислоты есть несколько различных моделей которые разработал японский исследователь профессор Акабо и которые уже приводят не к образованию эрозий а к развитию язв то есть глубоких повреждений слизистых и что мы показали мы показали что не только классические стрессоры и мобилизации ульцерогенные но и другие стимулы ульцерогенные они подобны классическому стрессу вот видите приводят к увеличению уровня кортикостерона продукция кортикостерона и эта продукция направлена также на поддержание целостности слизистой оболочки желудка поскольку если мы ее вот эту стрессорную волну гормональную предотвращаем адреналоктомии или другими так же способами то в этом случае мы наблюдаем что не ульцерогенные в норме стимулы к которым относится 20% превращается в ульцерогенные а другие ульцерогенные стимулы их эффект усугубляется то есть возрастает чувствительность слизистой оболочки к ульцерогенному действию данных стимулов и аспирина и даже вот такому сильному как априкакции устной кислоты а заместительная терапия кортикостероном которая имитирует вот эту нормальную стрессорную волну она предотвращала вот это усугубление и конечно вот при исследовании при этих исследованиях мы особое внимание уделяли действию нестероидных противовоспалительных препаратов поскольку после вот стрессорных воздействий они являются наверное вот их можно рассматривать в качестве ульцерогенных стимулов которые стоят на втором месте и они действительно кроме своей пользы творят большое зло в отношении желудочно-кишечного тракта не только желудка в последние годы понятны в отношении кишечника и поэтому у нас большой интерес именно к исследованию гастропротективного действия глюкокортикоидных гормонах в этих условиях мы показали что подобно стрессу их введение в ульцерогенных дозах приводит к увеличению продукции глюкокортикоидных гормонов которая направлена на сохранение слизистой оболочки желудка и из этих исследований из результатов этих исследований вытекает такая очень важная для клиницистов рекомендация что пациенты с недостаточной продукцией глюкокортикоидных гормонов по каким-то причинам должны рассматриваться в качестве такой особой группы риска при назначении нестероидных противовоспалительных препаратов поскольку нестероидные противовоспалительные препараты приводят к ингибированию важного другого гастропротективного фактора простагландинов то в этом случае у таких пациентов слизистая совершенно не защищена говоря обывательски имеет смысл прежде чем назначать нестероидные сделать гормональный анализ просто посмотреть уровень я прежде всего говорю о таких ситуациях есть пациенты которые с адиссоновой болезнью или с какими-то проблемами заведомо даже не обязательно проверять но есть ярко выраженная патология то это должно быть сигналом уже для клиницистов в случае назначения насколько это оправдано по крайней мере они должны понимать этот риск особый риск и вот в качестве таких еще ульцерогенных стимулов которые широко используются является ишемия реперфузия вот локальная ишемия реперфузия длительная она приводит к повреждениям слизистой оболочки желудка у крыс и вот мы воспроизводим это наши результаты этих исследований и помимо стрессорного прикондиционирования даже в большей степени известны сейчас эффекты ишемического прикондиционирования защитные эффекты опять же на сердце на мозг на различные органы и помимо локальных эффектов то есть когда ишемическое прикондиционирование делается на том же органе например в желудке мы создаем вот этот дефицит кровоснабжения причем ишемия и реперфузия потому что реперфузионная вот этот этап вносит большой вклад в повреждающее действие и когда ей предшествует тоже пережатие тех же сосудов мы говорим в желудке мы говорим о локальном либо в желудке либо в сердце но в последнее время большой интерес к дистантному ишемическому прикондиционированию и в отношении сердца в отношении мозга и в отношении вот слизистой оболочки желудка и вы видите поразительно что пережатие задней лапы просто крысы на короткое время вот 10 минут ишемия 30 минут реперфузия приводит к вот такому поразительному защитному эффекту и мы показали что вот эта защита только может быть в том случае когда животное имеет нормальный уровень лёгокортикоидных гормонов если мы его вот нашими всеми способами ингибируем то опять же происходит трансформация этого защитного эффекта но это вот новые данные и сейчас мы готовим публикацию по результатам этих исследований ещё важно было конечно же понять как глюкокортикоидные гормоны взаимодействуют с другими хорошо известными и признанными гастропротективными факторами к таким факторам относятся простагландины оксид азота и вот пептиды которые освобождаются высвобождаются при стимуляции капсоицин чувствительных нейронов есть такие особые удивительные нейроны и было показано и вот по образному выражению такой английского исследовательного доктора Виттл что они все действуют сообща в концерте осуществляя вот эту гастропротекцию и как видите среди этих участников глюкокортикоидные гормоны по понятным причинам не значились и вот в наших исследованиях это были большие серьезные исследования с несколькими публикациями было показано что глюкокортикоидные гормоны являются полноценными участниками такой концертной регуляции что позволило нам трио переделать в квартет для наглядности в квартет мы показали более того они не просто полноценные их роль достаточно велика и вот здесь мне кажется проявляется их адаптивная роль и мы показали что они играют важную компенсаторную роль при ингибировании других гастропротективных факторов если мы ингибируем и простагландин и оксид азота но при этом сохраняется нормальная продукция глюкокортикоидных гормонов слизистая оболочка желудка повреждается не очень сильно но если мы сочетаем например особенно адреналоктомию с десенситизацией то есть выключением капсоицинно-чувствительных нейронов то повреждение распространяется наверное на половину площади слизистой то есть является очень сильным и опять же когда мы используем заместительную терапию этот эффект исчезает то есть это вот проявление важной адаптивной роли глюкокортикоидных гормонов исследование механизмов глюкокортикоидных гормонов позволило нам сделать два таких заключения первый вывод касается влияния их на локальные факторы локальные факторы в желудке факторы защиты факторы агрессии мы показали что гастропротективное действие осуществляется благодаря их влиянию такому благотворному влиянию поддерживаем влиянию на кровоток слизистой оболочки желудка который является важным защитным фактором продукцию слизи или процессы регенерации и таким затушевывающим влиянием на факторы которые условно можно назвать агрессивными это гипер усиленная моторика желудка гипермоторика или увеличение микрососудистой проницаемости и второй очень важный вывод уже выходит за рамки желудка он уже касается влияния глюкокортикоидов на звенье общего гомеостаза и мы показали что влияние глюкокортикоидов на такие звенья гомеостаза как кровяное давление поддержившее влияние на кровяное давление уровень сахара уровень глюкозы в крови температуру тела я показывала про температуру немножко эти данные а это влияние может быть первичной мишенью действия глюкокортикоидов при осуществлении их гастропротективного действия ну и это чрезвычайно важно и только я хочу привести один пример подтверждающий это вот трехчасовой такой называем водно-иммерсионный стресс мобилизация уже с погружением животных в воду который является ульцерогенным мы этот стресс сам по себе у контрольных животных он приводит у крыс к небольшому падению давления что сопровождается падением скорости кровотока в микрососудах стенки желудка то есть уменьшение вот этого ослаблению важного защитного фактора ну и как результат к образованию эрозии но тоже самое воздействие посмотрите что с этим влиянием происходит у животных с дефицитом продукции глюкокортикоидных гормонов самое максимальное падение наблюдалось у таких животных при недостатке стрессорной продукции в отношении давления в отношении скорости кровотока и как результат усугублялось стрессорное вот это язвообразование в слизистой оболочке желудка и опять же заместительная терапия кортикостерона голубенький вернулась практически до окзин то есть эти данные свидетельствуют о том что поддержание в данном случае артериального давления глюкокортикоидными гормонами является основой их действия и на артериальное давление и как на поддержание артериального давления на кровоток желудки и вот на сохранение целостности слизистой оболочки желудка исследования наши проводятся достаточно давно но они начинались вообще-то 30 лет назад вот в 87 году первые эксперименты в течение первых 10 лет публикации были в основном в наших российских журналах главным образом в физиологическом докладах академии наук бюллетене экспериментальной биологии медицины и медицины и вот с 98 года с появления нашей такой первой ну которую называют такой пионерской статьи в которой были представлены данные пересматривающие эту дугу как бы заявка была заявка потому что ну вы понимаете от русских исследователей да еще такой противоречащий мейнстрим конечно это такое но и как бы это была такая моя визитная карточка международное сообщество и вот нужно это было в 98 году и прошли еще 10 лет с такими активными публикациями и на западе в том числе когда в конце концов вот нашим гастроэнтерологи это самый такой журнал престижный появился в обзоре появилась информация о том что да люкокортикоидные гормоны являются вот играют важную роль в защите целостности слизистой медленно но верно но верно и вот со ссылками на наше исследование и несколько слов о перспективах вот на мой взгляд такой ключевой и я об этом стараюсь на всех конгрессах говорить ключевой проблемой в настоящее время в исследовании стресса ключевым вопросом исследований проблемы стресса является вопрос о механизмах трансформации физиологического действия стресса а соответственно и глюкокортикоидных гормонов поскольку они основные такие игроки механизмов трансформации физиологических эффектов патологические последствия и вот наша лаборатория мы этим вопросом сейчас активно занимаемся понимание этих механизмов знания о них они позволят откроют новые подходы к разработке путей направленных на предотвращение вот этой трансформации это очень важно потому что известно что длительный стресс все таки это нехорошо это не источник это источник не здоровья хронически и вот я хочу в заключении сказать о том что один из способов предотвращения этой трансформации в руках в наших руках у каждого из нас и в руках врачей которые могут помочь своим пациентам и вот хочу это выразить через слова Гансис Илье который писал не то наиболее важно что с тобой встречается случается а то как ты на это реагируешь и вот конечно наши реакции они действительно могут мудрые реакции мудрые отношения могут предотвращать такую трансформацию и вот книга Гансис Илье знаменитая Stress of Life в предисловии который Ганс Илье писал эта книга посвящена тем кто не боится наслаждаться стрессом полной жизни и я вот хочу выразить слова благодарности моим коллегам из моей лаборатории список сейчас уже расширяется и моим зарубежным коллегам профессору Коджи Токиучи и профессору Габар Макара с которыми меня связывают многолетние исследования совместные и я им благодарна что на определенном этапе они пригласили меня в свои лаборатории именно для того чтобы я использую их возможности продолжала эти исследования о гастропродуктивном действии глюкокортикоидных гормонов и вот с помощью этого слайда я благодарю всех и вас Марина большое спасибо за внимание телезрителей и хочу вот не только показать красоту нашего города стрелку Васильевского острова где расположен наш институт но вот словами что Санкт-Петербург с высоты птичьего полета мне кажется что взгляд каждого из нас на нашу жизнь на наши события это тоже хороший мудрый подход через такой взгляд мы можем понять что суетно и не заслуживает наших нервов внимания а что действительно вот важно так что спасибо большое спасибо большое спасибо хотела хотела я в рубрике по скриптам спросить вас о том чего вы коснулись на самом деле так мимоходом в своей лекции в своем выступлении доказательные вы привели данные по поводу того что стресс благотворен он как работает как защита в частности на модели ультеризации поскольку и вы коснулись того что и на других системах это работает но мы так вскользь об этом поговорили потому что это не ваши данные вы много ездите был конгресс недавно и в Петербурге я знаю по стрессу приезжали последователи Ганса с Илье вопрос такой где еще в мире и на каких моделях изучают стресс в качестве источника здоровья ну вы знаете качестве благоприятного качестве благоприятного да источник здоровья я эту формулировку решила недавно тоже ввести потому что обычно говорила способствует а это ярко это привлекает внимание и запоминается естественно массовой информации это очень любят да но это действительно отражает вот суть того явления которое мы обсуждаем прежде всего исследуются как я сказала различные аспекты стресса в большей степени негативные но исследуются также и позитивные в отношении я про позитивные в отношении многих систем но поскольку я не знаю вот при такой стойкой догмы в отношении каких-то стрессорных гормонов язвы ну да то вот такой цельной большой истории я как бы не знаю но естественно исследуется исследуется в отношении патологических изменений сердечно-сосудистой системы но в большей степени в большей степени говорится о негативном влиянии глюкокортикоидных гормонов и вот в отношении стрессорного прекондиционирования таких работ меньше гораздо сейчас по сравнению с работами по ишемическому прекондиционированию и даже по скондиционированию а они конечно востребованы ведь когда мы говорим каждый из нас используя стрессорные модели он концентрируется на какой-то системе но на самом деле при этом это мы только смотрим что происходит например с желудком что происходит с кишечником с сердцем или с мозгом но на самом деле изменения происходят одновременно во всех органах во всех функциональных системах и вот последние слайды когда я говорила влияние на различные звенья гомеостаза об этом свидетельствуют и мне кажется вот расширение исследований в таком аспекте очень важно и ну вот по крайней мере мы сейчас это инициируем и я надеюсь что это действительно поможет лучше понять механизмы и кстати сказать вот вчера открылся конгресс первый конгресс по первый всероссийский конгресс по физической и реабилитационной медицине и в пленарной лекции выступая Иванова Галина Евгеньевна главный нештатный реабилитолог она говорила о том что мы сейчас строим речь идет о построении вот новой системы здравоохранения и которая будет учитывать как раз состояние всего организма да мы будем оценку состояния всего организма и это чрезвычайно важно и вот поскольку физиология это основа медицины то что мы сейчас обсуждаем насколько важно развитие интегративной физиологии понимание функционирования всех систем при одном и том же воздействии я думаю это вот очень важный такой фундамент для развития и кстати сказать вчера вот прозвучала значимость проблемы стресса да чему я в общем-то чрезвычайно рада спасибо спасибо большое Людмила Павловна спасибо спасибо